МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Так ли безопасны наши дороги? Только за три дня дорожные полицейские области зафиксировали почти 2000 нарушений. Как работают казахстанские производители? Как им помогают государственные программы? Об этом узнавали участники пресс-тура. День пожилых людей отмечают в Караганде. Все привыкли к пробкам на дорогах. Но такой, которая начиналась от зеленого рынка и тянулась до 45-го квартала, да еще не в час пик, мало кто помнит. Виной всему оказалось серьезное ДТП, в котором пострадал один человек и было покорежено пять машин. Съезд с моста на Бухвар-Жарау оказался затяжным. Все невольно всматривались в разбитый автобус и прилипшую к нему машину. Как 29-й маршрут оказался на встречной полосе, можно только догадываться. Работающие на месте происшествия дорожные полицейские никаких комментариев не дают. Но это оказалось еще не все. Дальше стоят разбросанные по дороге еще три машины. Больше всех досталось зеленому джипу, несмотря на сработавшие подушки безопасности в салоне машины кровь. Водитель женщина, как сказали очевидцы, получила травму головы и была отправлена на скорой в больницу. Больше пострадавших не было. Что и как произошло на регулируемом перекрестке, выясняют автоинспекторы. Опять же очевидцы рассказывают, что водитель 29-го автобуса пытался увернуться от джипа и выехал на полосу встречного движения, прихватив при этом еще тройку машин. Вывод один. И он набил уже всем оскомину. Соблюдайте правила движения. Только за три дня проведения акции «Безопасная дорога» в области было выявлено и пресечено 2901 нарушение. Не много ли, господа? В поддержку экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева в социальных сетях создаются сообщества, где фанаты бывшего главы области пишут о том, что они не верят в его виновность. В фейсбуке все те, кто не верит в виновность Бауржана Абдишева ставят его фотографии на своих аватарах. Судя по количеству таких изображений, фанатов у экс-акима достаточно. Сейчас на Абдишева возбуждено два уголовных дела. На судебных слушаниях Абдишев заявил, что не считает себя виновным, служил Казахстану честно и пусть теперь народ рассудит его по его делам. Народ рассудил. Помимо фейсбука в защиту Абдишева и в социальной сети ВКонтакте появилась группа в его поддержку. Для всех, кто верит Бауржану Абдишеву и не верит в сторону обвинения, я всего лишь хочу поддержать того, в кого верю. Он многое сделал для города и для области. Надеюсь на оправдание суда. Надеюсь, докажут его невиновность. ВКонтакте участники группы Бауржан Абдишев «Верим невиновен» активно высказывают свое мнение. Хороший человек, город с колен поднял. Надеюсь, что его оправдают. Никто не знает, прав он или нет. Может, сливал деньги или нет. Борьба за власть страдает честный и порядочный человек. Не оставайтесь равнодушными, поддержите. Человек бахал для нашего города, и это благодарность. Да поможет нам Аллах, ему и его семье. Чистая подстава, иншаллах, оправдает. Пусть Аллах накажет тех, кто запланировал эту фигню. Группа создалась пару дней назад, а количество участников уже близится к двум сотням. Число фанатов Абдишева растет с каждой минутой. Организатор этой группы на камеру комментировать отказался. Молодой человек предпочел говорить в письменном виде. Я бы хотел, чтобы люди больше обращали внимание на сложившуюся ситуацию, а не слушали меня. Пусть люди просто пишут свое мнение. У каждого оно разное. Люди разделились на три группы. Одни верят в виновность Эксакима, другие не верят. А третьим все равно. Что ж, будем следить, чем же закончится эта история. Многодетная мать может оказаться на улице. История, которую мы показывали в июле этого года, о многодетной семье Хандоги продолжается. Вроде еще летом власти обещали разрешить проблему с жильем. Однако сегодня выясняется, что ей придется выселиться вместе с детьми. Освежим в памяти историю многодетной мамы Жанны Хандога. 13 лет семья живет здесь, в одной из комнат общежития, площадью 12 квадратных метров. Только вот документов на небольшую жилплощадь нет. Прошлый начальник ЖКХ пообещал дать двухкомнатную квартиру многодетной семье. Но выделили только комнату в общежитии, так как на тот момент не было свободных квартир. Мол, пока поживите здесь, через пару недель будет уже своя квартира. Недели затянулись на долгие годы. Но и на эту маленькую площадь нашелся свой хозяин. Новый владелец комнаты выселяет семью, а идти им некуда. Об этом Жанна поведала нам в июле. Наша съемочная группа пыталась разобраться в этой проблеме и добилась ответа. Заместитель руководителя управления ЖКХ города Караганды Дарын Булкаир заверил женщину, что проблем с бывшим владельцем не будет, так как в этих комнатах он не проживал уже больше 10 лет. А ордер, который он предъявляет, признан недействительным. Также карагандинки пообещали помочь закрепить за ней это жилье. Однако и сегодня, по словам женщины, никакой помощи она не увидела. Заместитель начальника ЖКХ дал свое распоряжение, что будут предприняты какие-то меры. Никаких мер они не предприняли. Сказали подать документы, подала документы. На мой запрос, на все мои ответы и заявления я получила письменный отказ, что я занимаю на незаконных основаниях эту комнату. Хорошо, я занимаю особняк в 12 квадратных метров 6 человек. Отчаянию многодетной мамы нет предела. По словам женщины, ей и детям осталось два выхода – жизнь на улице или суицид. Сейчас господин Асанов, бывший хозяин этой комнаты, придет, нас выселят. И будет хорошо. Вот здесь вот находятся беседки, я натяну их брезентом и буду жить здесь, возле Акимата. Может тогда они пошевелятся или что нужно предпринимать суицидные действия какие-то, чтобы нас хоть куда-то. Жанна Хондога еще надеется на встречу с Акимом города. Только вышестоящие инстанции могут помочь. Кто знает, чем закончится эта история. Несовершеннолетние дети могут оказаться без крыши над головой прямо перед грядущей зимой. Амина Смакова, Олжас Габасов, Актер Испанов, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом серия профиль Галдек 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Развитие казахстанского производителя в регионе. Как работают предприниматели в Казахстане и как производят производственные товары. Наши корреспонденты побывали на ТО «Натиже», которое входит в государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития. Предприятие занимается производством молочной продукции и осуществляет свою деятельность на территории города Караганды. В рамках проекта «Сделано в Казахстане» состоялся пресс-тур на объект казахстанского производителя ТО «Натиже Судфабрика Сы», который является одним из ведущих предприятий молочной промышленности нашей страны. Сейчас на данный момент мы используем автомат открытого типа, но приобрели автомат «Галди», который закрыт изнутри ламинарных потоков с обераживанием воздуха. И покупка произошла в основном оборудовании. Такой проект призван показать работу казахстанского производителя, доказав, что бренд «Сделано в Казахстане» действительно существует. И наши предприниматели в рамках субсидий, распределяемых через Институты развития финансовым оператором «Батирек», активно развивают бизнес. В настоящее время предприятие постоянно увеличивает объемы и расширяет ассортимент кисломолочных продуктов и напитков. Тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами питания Республики Казахстан и России. Молочный завод начал свою рабочую деятельность с 2020 года. В предприятии работают около двух сотрудников. То есть, вот он каждый год набирает обороты и закупает в новом оборудовании. Вот, например, такой же оборудовательный аппарат выпускает около 23 тысячи отчеток оборудований. Заготовка молочных продукций производится в Шетском, Абайском и Осакаровском районах, а распространяется в три области Казахстана – в Павадарскую, Акволинскую и Карагандинскую. Только в Астане ежедневно продается до 15 тонн молочной продукции карагандинской фабрики на Теже. У предприятия есть своя ферма, и поэтому качество продукции высокое. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Воинская часть Национальной гвардии 54-51 города Караганды празднует свое 48-летие. На торжествах побывал и наш корреспондент. Как полагается для защитников Родины и патриотов, открытие торжеств началось с Государственного гимна Республики Казахстан. Продолжили мероприятия певцы и танцевальные коллективы, которые порадовали солдат. Командир Часси поздравил личный состав и гостей с праздниками рассказал об истории Часси и о подвигах служивших в ней. Совершены и подвиги нашими военнослужащими. Это в 81-м году рядовой Севаракша спас граждан от разрыва гранаты, накрыв собой, за что был награжден президиумом СССР Красной Звездой. Воинская часть была образована 30 сентября 1966 года. Основной служебной задачей является охрана общественного порядка и безопасность граждан. За все это время личный состав в части нес службу добросовестно и участвовал на различных мероприятиях мирового уровня, такие как Олимпийские игры, проходившие в Москве в 1980 году. Визит Папы Римского в Астану в 2002 году, где обеспечивали охрану общественного порядка. Сегодня солдаты и военнослужащие по контракту с достоинством носят свою форму и несут службу добросовестно. Я горжусь, что служу в рядах Национальной гвардии. Думаю, что сделал неправильный выбор. И еще раз хочу поздравить всех офицеров и нашу по контракту, а также гостей с днем части. Благодаря службе Национальной гвардии граждане чувствуют себя в безопасности. На наших улицах порядок, а в нашей стране мир и согласие. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Бахтя Распанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. На такую тему в Караганде прошел республиканский Айтыс, куда собрались 10 лучших акынов страны. Песенные состязания посвятили 80-летию города и 15-летию партии Нур-Отан. Айтыс – импровизированный поэтический спор казахских акынов, который является одним из традиционных форм устной народной поэзии. Во время Айтыса каждый участник сочиняет все экспромтом, обсуждая вопросы разного характера. Вот и в этот раз на Карагандинской земле встретились любители необычного, но в то же время интересного жанра. В зале Дворца горняков лучшие акыны в составе пяти пар говорили об острых проблемах современной жизни. Выступая в состязании без предварительной подготовки и обдумывания, акыны соревновались в остроумной находчивости. За интересные схватки наблюдал и депутат мажориса парламента страны Алдан Смаил, истинный любитель Айтыса. 15-летию партии Нур-Отан во многих областях страны проводят сайт ТЭС на таком же высоком уровне. Скоро в Астане пройдет итоговое состязание наших акынов, где определяется лучший Айтыскер Атун страны. Оценивало музыкально-поэтическое творчество талантов компетентное жюри, в составе которого был и директор телеканала Ас-Иларна Мухаммеджан Тазабеков. Видно, что народ поддерживает акынов. В некоторых регионах страны бывает не соглашается с решением членов жюри. Но здесь видно, кого выбирает народ, кого они считают лучшими. По итогам республиканского Айтыса, Ер-Лер Мьинбегит Кенжир, обладателем главного приза, полтора миллиона тенге, стал Жандарбек Булгаков. Это не первая победа молодого акына. Он неоднократно становился лучшим во многих песенных состязаниях. Конечно, есть определенный регламент Айтыса. За 20 минут мы постарались рассказать о проблемах народа. В зале сидели представители власти партии Нур-Отан. Мы надеемся, нас услышали. Наших акынов ждет серьезный поэтический спор, который пройдет в Астане. Айтыс в Караганде прошел на высоком уровне, а карагандинские любители этого жанра получили много положительных эмоций. Сегодня ветеранов поздравили с Днем пожилых людей. Для них была подготовлена концертная программа и памятные подарки. Торжественное мероприятие организовал Акимат района имени Казабек-Би. На праздник были приглашены члены Совета ветеранов района, а также ветераны, вышедшие на пенсию из государственных учреждений. Их 40 человек. Аким района имени Казабек-Би Рустам Ковжанов лично поздравил всех с Днем пожилых людей. Я желаю им здоровья, желаю им счастья, чтобы их семьи всегда были с ними. И призываю наших граждан быть такими же активными, как те люди, в день которых мы сегодня отмечаем. Виновники торжества не скрывали удовольствия. Они танцевали, угощались, пели вместе с приглашенными артистами. Каждый спешил поздравить другого с этим праздником. Мне хочется всех обнять сегодня, стариков. Всех расцеловать и пожелать всем здоровья, счастья. Кроме богатого накрытого стола, теплых слов поздравлений и концертной программы, ветеранам были вручены памятные подарки и нагрудные знаки к 80-летию Караганды. Амина Смакова, Алжас Габасов, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. Байкеры впали в зимнюю спячку. Закрытие байкерского сезона прошло на минувших выходных. Карагандинские мотоциклисты отпраздновали это событие в Семиртау. Говорят, что места для разгона здесь больше. Отправить железного друга в зимний отпуск, несмотря на дождь и холодный ветер, собрались около 50 байкеров. Экстремалы в дружной колонне решили мирно прокатиться на мотоциклах, не устраивая гонок и не демонстрируя опасные трюки на мокрой дороге. Ведь мотоцикл для них это прежде всего друг, верный спутник, а не машина для убийства, как считают большинство людей. Город Металлурга для такого события был выбран не случайно. Именно здесь мотоциклисты чувствуют себя свободно, а стражи правопорядка относятся к ним более лояльно. В Караганде байкеры не в почете, но, несмотря на этот факт, они не унывают. Главное, как говорят опытные экстремалы, чтобы тормоз работал и шлем на голове всегда был, а остальное мелочи жизни. Меры предосторожности для них на первом месте. Закрытие байкерского сезона это как предупреждение. Все, ездить на мотоциклах больше нельзя. Необходимо ставить их в гаражи до прихода весны. Теперь мы услышим рев мотоциклов только в следующем году, в конце мая. Кстати, открытие нам пообещали будет праздноваться с размахом. Главное, чтобы погода не подкачала. Амина Смакова, Ожас Габасов, Бахтиар Успавов, Первый Карагандинский. Новости спорта. Победу в очередном матче чемпионата высшей хоккейной лиги наша дружина Сарарка уступила гостям из Красноярска с отсчетом 3-1. В очередном матче регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги наша команда принимала Красноярский «Сокол». После окончания первого периода счет на табло был не открыт. Во втором отрезке игры сараркинцы, оставаясь в меньшинстве, смогли выйти вперед благодаря завершенной контратаке Константина Савенкова. Но во второй половине периода гости сравнивают счет с помощью Ильи Серегина. А в третьем периоде «Сокол» дважды поразил цель и выиграл матч. Среди гостей отличились Никита Иванов и Илья Михеев. Итог встречи 3-1. Победа за красноярцами. Следующий матч сараркинцы состоится в ледовом дворце Караганда-арена 1 октября, где наши хоккеисты встретятся с ангарским хоккейным клубом «Ермак». 25 тысяч долларов США получил Аблайхан Жусупов, чемпион юношеских олимпийских игр и его тренер Бауржан Аманбаев от Федерации бокса. На вторых юношеских играх, которые проходили в Нанкине, весовой категории до 60 килограмм. Боксер Аблайхан Жусупов стал обладателем золотой медали. Чтобы подняться на педестал, он провел 6 боев. Мне кажется, что все соперники были опасные, все соперники были хорошие, так как не каждый попадает на олимпийские игры. И на все бои одинаково настраивался, потому что все бои были тяжелые. Также денежным подарком был награжден тренер Бауржан Аманбаев. В планах у юного боксера перейти во взрослую категорию и стать олимпийским чемпионом. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова